Вот это повышение в звании, в общем, и так довольно высокопоставленных сотрудников СИН. Да, бояриньев, бояриньев. Как вы это объясняете? Ну, вы знаете, вот если бы власть пыталась отбояриться, ну хотя бы как-то отбояриться, говорить, что это не мы, и если бы хоть малейший повод был бы для этого, во-первых, они отдали бы тело, во-вторых, они не стали бы награждать. Награждать человека, который непосредственно отвечал за и отвечает за пытки политзаключенных. И конкретно он, бояриньев, заместитель директора СИН, который курирует как раз СИЗО тюрьмы Маяка, вот, собственно, вот то, что там происходит. Вот конкретно он, и есть масса тому свидетельств, отдавал указания, что еще сделать с Алексеем Навальным. Лишить передач, лишить свиданий, лишить того, лишить всего, опять ШИЗО, опять ШИЗО. Это, собственно, он курировал это непосредственно, то, что происходило с Навальным. Присудить ему ЕПКТ, единственное помещение камерного типа, это то, что дается без решения суда, это было в день. И сразу же, как только Алексей первый раз заговорил о выборах, о том, как нам с вами можно принять участие в выборах, и нужно ли принимать участие, и как нужно к этому относиться, это была мгновенная реакция именно этого человека. И мы с вами понимаем, что Алексей в любом случае убит. Либо это были электрошокеры оперативников, либо это была заточка активиста, ну, то есть заключенного, который работает с операми. Либо он был доведен уже по состоянию здоровья, в любом случае за это ответственный именно этот человек, Бояринев. За эти последние три года, два года войны, давайте так, наверное, лучше сформулировать, как изменилась система ВСИН? Насколько она для нас, вот просто людей, которые не так часто погружаются, кажется такой жестокой, абсолютно бесправной, и, что самое главное, как будто бы в противоречии российским законам. И это мы ее такое увидели, потому что познакомились? Или она действительно за два года изменилась? Вы знаете, она очень сильно изменилась. Вообще система-то уничтожена. Ну, хотя бы потому, что 420 тысяч заключенных было на момент начала войны. Забрали на сегодняшний день, ну, больше 150 тысяч, больше. Сейчас уже просто очень трудно посчитать, потому что берут отовсюду сразу. Значит, система сейчас уже где-то, наверное, на треть отдана под Министерством обороны, потому что зоны сейчас, пустые зоны занимают военнопленные, украинцы. А когда по всем же конвенциям зоны занимают военнопленные, они переходят в ведомство Министерства обороны. Это во-первых. Во-вторых, конечно, вот то, что происходило с вербовкой и происходит, собственно, я напомню, что сейчас, тем не менее, нет в зонах ни мобилизации, ни призыва. Не было и нет. Там есть столы воинского учета, и я думаю, что уже призыв будет весной оттуда, но пока не было. Пока все это вербовка. И вербовка, да, добровольная. Люди увидели, что нет никакой связи больше между преступлением и наказанием. Связи нет вообще, и ее можно в будущем не ожидать. Это увидели не только заключенные, осужденные, это увидели и люди на воле, что да, можно совершать преступление и не нести никакого наказания. При условии, известно, каких действий, ты идешь воевать в соседнее государство, которое на тебя не нападало. Нет никаких прав потерпевших. Вот этот класс вообще вычеркнут. Бало того, что государство не обеспечило тебе безопасность, тебе и твоим близким. Еще и после этого ты никого не интересуешь. Твои мертвые дети никого не интересуют. Абсолютно ни общество, ни государство, никакие фонды, ничего это не интересует. Суды, следствие, прокуратура, они тоже не имеют никакой власти над преступниками, поскольку есть власть более существенная. Есть власть, которая сильнее, чем решение суда. Это согласие идти на войну. И вот этот вот правовой нигилизм, извините за пафсное выражение, но вот разрешение делать все, что можно, будет сказываться еще на нашей стране очень и очень долго, я думаю, десятилетия. Десятилетия, пока так называемые герои специальной военной операции не перестанут быть героями, а станут тем, кем они должны быть, военными преступниками и отбросами общества. Возвращение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok